Здравствуйте! Это программа «Город Тесс» и я Елена Чернявская. Новогодние праздники все ближе, их ждут и дети, и взрослые. Это время ярких впечатлений, подарков и волшебства. Однако следует помнить о потенциальных опасностях. В разгар веселья увеличивается риск пожара. При подготовке к главной ночи года важно помнить не только об украшении дома, но и о безопасности. Сегодня напомним о правилах безопасности при подготовке к Новому году. Гость в студии Евгений Олегович Бадыгов, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самароуправления надзорной деятельности и профилактической работой Главного управления МЧС России по Самарской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ну что же, в преддверии Нового года и рождественских, и новогодних каникул, наверное, это особенно сложная пора для вас, для экстренных служб? Да, к сожалению, в праздники и тем более в зиму, когда наступает пара низких температур, увеличивается количество пожаров. Вместе с увеличением количества пожаров увеличивается, к сожалению, и количество погибших, пострадавших на пожарах людей. Из-за чего же это происходит? Основные причины пожаров, самые распространенные, это первое, аварийный режим электрической проводки работы или аварийный режим работы каких-либо электрических приборов. С наступлением низких температур воздуха люди начинают обогреваться электрическими приборами, электрическими обогревателями, тем самым перегружают электрические сети, происходят короткие замыкания, из-за этого происходят пожары. Также начинают обогреваться газовыми приборами, включают конфорки газовые и зачастую не соблюдая требования пользования газовыми приборами. Да, ну, элементарной техникой пожаробезопасности, да. А вот, кстати, вы сказали про пользование электроприборами. А давайте, может быть, какие-то краткие инструкции, и в том числе про пользование газом. Ну, если, допустим, действительно холодно в доме или в квартире, бывает такое, можно же все-таки включить газ для обогрева, либо этого делать категорически нельзя. Если можно, то какие меры безопасности нужно предпринять? Запрещено обогреваться включенными конфорками, так как это может привести не только к пожару, но и потухшая конфорка к отравлению, наполняет помещение газом, взрыву может привести. Поэтому категорически запрещено обогреваться. Обогреваться электрическими обогревателями приобретайте только сертифицированные электрические приборы. Не оставляйте электрические приборы без присмотра на всю ночь. Не сушите на электрических приборах какие-либо текстильные, горючие материалы, обувь не сушите. То есть это может элементарно все воспламениться? Конечно, это все может привести к пожару и к трагическим последствиям. Тем более, когда вы спите ночью, можно не сразу сориентироваться. И когда произойдет пожар, это может даже к гибели привести. Поэтому... Ну какие советы в таком случае бы дали, если вот нужно согреться, а холодно? Обогревайте помещение под присмотром, на ночь выключайте. Да. То есть простые советы и правила? Простые советы и правила. Да, конечно, они могут действительно выручить и избежать действительно трагедии. Да. Ну что же, с наступлением зимнего периода, как вот мы уже сказали, увеличивается количество пожаров и основные причины мы назвали. Но приближаются новогодние дни, которые традиционно сопровождаются запуском фейерверков салютов. Какие требования безопасности следует соблюдать, чтобы избежать травм, Евгений Олегович? Особое внимание нужно обратить на пиротехнические изделия. Они несут в себе опасность, всегда несут в себе опасность. То есть покупаешь, когда уже рискуешь? Конечно, потому что это пожароопасные элементы, пожароопасные изделия, которые всегда могут быть опасны. Поэтому также приобретайте только сертифицированные изделия, покупайте только в определенных магазинах. Не покупайте... Где-то на улицах, на рынках. На улицах, непонятные изделия. Кстати, здесь сразу такая маленькая ремарка по поводу сертифицирования. Ведь это бумага, вкладыш, в каждой коробке быть должна. И написано, товар сертифицированный. И как бы прошел все испытания. Описан класс опасности такой у изделия. Обязательно должна быть инструкция на русском языке, как пользоваться этим изделием. Обязательно осмотрите изделие, чтобы не было никаких повреждений. Порывов. Порывов, да. Потому что это может к самовозгоранию привести. Также необходимо соблюдать требования хранения этих изделий. Ни в коем случае нельзя хранить около обогревательных приборов. Нельзя во влажных помещениях хранить эти пиротехнические изделия. Ну, хранить-то, как правило, долго не приходится. Покупаются они заранее, там, за день до два до Нового года. Но вот, кстати, по поводу порывов и повреждений. А как их увидеть, если, допустим, сам фейерверк в коробке, и он запускается из коробки, и его нельзя посмотреть? Ну, как правило, они сами в фейерверке. Он и есть коробка, и есть фейерверк. Да, и есть фейерверк, действительно. Поэтому вот сверху, когда он закрыт бумагой, вот эта бумага не должна быть повреждена. Потому что под этой бумагой уже там горючие материалы содержатся. Вот, поэтому и искра может попасть, и вода может попасть, и все это может привести также к возгоранию. А какие погодные условия запрещены при использовании фейерверков? Дождь, снег, ветер, метель? Самое главное – ветер. Запрещено использовать пиротехнические изделия, особенно которые взлетают на высоту, при порывах ветра, при ветре. Ну, сами понимаете, потому что они могут залететь на балкон и квартир. Такие случаи уже были. Залетала ракета, но квартира сгорала. Ну, к счастью, не было никого дома, и никто не пострадал. Только имущество. Конечно же, сюрприз для хозяев квартиры. Ну, сюрприз достаточно трагический, конечно. Да, у них сгорела квартира. Поэтому, вроде казалось бы, простые правила, но несоблюдение их может к последствиям привести к очень серьезным. Даже к трагическим. Да, ну, Новый год, понятно, праздник и фейерверки запускаются, ну, уже, как бы, так сказать, помягче в веселом состоянии. Ну, а какие правила нужно соблюдать прежде всего, чтобы, не дай бог, не пострадали ни взрослые, ну, и тем более ни дети? Ну, вот, какие меры предосторожности нужно просто вот знать на зубок, чтобы избежать каких-то вот таких последствий? Ну, прежде всего, салюты-фейерверки необходимо запускать вдали от домов, это минимум 100 метров. Да. Вдали от стоянок автомобилей, от гаражей, от каких-либо сооружений. Салюты необходимо запускать на безопасном расстоянии, чтобы зрители находились. Его необходимо устанавливать на ровную поверхность, либо на твердый снег, чтобы она, не дай бог, при запуске не опрокинулась, и залпы не полетели куда-то либо в людей, в стороны. Вот. Фитили необходимо поджигать на расстоянии вытянутой руки. То есть, не близко, так вот, подносить, да? Не близко, желательно отворачиваться вообще, чтобы, не дай бог, в глаза ничего не попало от взрыва. Ну, и, конечно, уберечь детей, да, на максимально подальше расстояние. Но вот, кстати, в частном секторе 100 метров, я, как бы, допускаю и больше расстояния между фейерверками. Но когда из многоэтажек после 12 часа, да, выходят люди, соседи, они, вот я видела, кстати, один раз, они прям вот буквально чуть ли не в ряд эти все фейерверки, всем хочется праздника, посмотреть салют. Вот, вот здесь, какие меры безопасности? Здесь уже начинается соревновательность. Соревнования, совершенно верно, да. Люди начинают, у кого лучше, у кого красивее, у кого выше летит, взрывается, у кого лучше. Органы местного управления организуют специальные площадки для запуска пиротехнических изделий. На этих площадках есть инструкции, как пользоваться пиротехниками. Они, там соблюдены все расстояния и так далее. Вот. Поэтому лучше всего, конечно, соблюдать те меры, которые я сказал, уже расстояние, при ветре не запускать вот это все. Вот давайте еще маленькое внимание уделим бенгальским огням, свечам. И вот эти вот многочисленные маленькие петарды, когда, ну, просто, да, мозг взрывается, когда вот это вот бум-бум-бум-бум-бум-бум постоянно. Их как нужно правильно взрывать? Все тоже очень просто. Все по инструкции? По инструкции, на расстоянии вытянутой руки. И что мы еще, самое главное, не сказали, дома, в квартирах ни в коем случае этим пользоваться нельзя. Категорически нельзя. Бенгальские огнями. И даже бенгальскими огнями. Ни в коем случае. Потому что, ну, много случаев даже, я из своего детства помню, ронял я его на пол, прожигал ковер, потом маме было стыдно сказать. Вот. К счастью, что успевают люди потушить это все. Да, сейчас ведь у многих ковровое покрытие, оно же ведь тоже, да, моментально вспыхнуло, и все. Тем более рядом с елкой ни в коем случае нельзя. Елка вообще, она сохнет буквально за 3-4 дня и вспыхивает как, сама как бенгальский огонь вспыхивает. И очень сложно потушить ее на самом деле. Кстати, медленно, но верно, да, перешли к установке главного символа Нового года, новогодней елки. Есть во всех домах. Ставят настоящие, ставят искусственные. Давайте начнем с того, как правильно установить елку, каких мер безопасности нужно придерживаться. Ну и, кстати, вот по пожаробезопасности елка живая, елка искусственная. Какие здесь есть отличия? Конечно же, живая елка, она быстрее сгорит, быстрее загорится, потому что она, как я уже сказал, высыхает быстро. А хвойные растения, они вообще намного сильнее и мощнее горят, чем лиственные. Тем более сухие, просмоленные, все это очень хорошо горит. Поэтому ни в коем случае свечами тем более пользоваться тоже. Нельзя украшать елку свечами. Большая рекомендация телезрителям, не украшайте елку гирляндами. Если даже украшаете елку гирляндами, она тоже должна быть сертифицированная. Без видимых каких-либо повреждений проводов. Не перемотанной изолентой. Да, вот секундочку, пожалуйста. То есть, когда из года в год мы достаем свои любимые игрушки, любимые гирлянды, нужно элементарно проверить ее, да, посмотреть целостность. Да, и уже тогда вешать на елку, верно? Да, да. Вот лично моя рекомендация, я бы вообще не разрешал бы вешать гирлянду на елке. И тем более не оставляйте на ночь включенной и без присмотра, ни в коем случае не оставляйте. Это буквально доля секунды, она одна искра, и все. Будет пожар очень серьезный. И очень тяжело будет ее потушить на самом деле. По поводу целостности, да. Но вот еще ведь и многие люди хранят игрушки, гирлянды с детства. Да, и вот я помню в детстве этими игрушками и этими гирляндами я наряжал, а теперь наряжают мои дети. Это все передается из поколения в поколение. Ну да, конечно, может быть, стоит сохранить как память, просто посмотреть. Но вот уж гирлянды старинные, которые остались, тем более, да, возможно, там от бабушки тем более не стоит на елку вешать. Повесьте ее на негорючие основания. Например? Каменная стена, кирпичная стена. Там, где минимальный, может быть, риск возгорания. Ну вот, кстати, вы заметили наверняка, что очень стало модно, и многие так делают, украшают окна домов. Эти же гирлянды вешают, и когда идешь по улице, все так очень красиво светится и переливается. Вот мы живем в частном доме, у нас вот прямо на каждом доме это все висит. Но это же тоже небезопасно? Это тоже небезопасно. Но в первую очередь мы уже об этом сказали. Проверьте целостность, чтобы не было короткого замкания, чтобы не было искр никаких. То есть если целая, то пускай висит, и, слава богу, радует хозяев и окружающих. Целость сертифицированная, и чтобы какой-либо гарантийный талон там на нее был, и класс опасности вы видели, чтобы гарантированно было, что она не загорится. Давайте расскажите, пожалуйста, как правильно и где, в каких местах устанавливать елку дома. Елку дома тоже простые правила. На ровной поверхности, на подставке, так, чтобы она надежно стояла, чтобы не упала. Следите за своими домашними животными, которые очень любят их ронять. У кого-то у них есть такая цель специально уронить эту елку. Потому что если елка падает с гирляндой, может быть где-то порыв, повреждение. Может сама вилка розетки коротнуть, которая воткнута в розетку. Потому что будет натяжение, будет какое-то механическое повреждение. Поэтому вот внимательно нужно устанавливать жестко, чтобы она стояла и не упала, эта елка. Подальше от отопительных приборов держите елку. Тем более от электрических обогревателей. Подальше от розеток. Не вплотную к розеткам не надо. Потому что розетки тоже могут быть неисправны. Розетки тоже могут закоротить. Тоже могут дать искру. Желательно подальше от стены, от потолка. Чтобы она стояла на ровном поверхности. И к минимуму свести какие-либо риски с горанием. Ну хорошо. Значит, если пожар все-таки произошел, что делать нужно в первую очередь? Во-первых, хотелось бы сказать, как можно обезопасить себя от пожара. Есть такие приборы, автономный пожарный извещатель. Он небольшой прибор, работает на батарейках и реагирует на дым. То есть вы спите ночью, где-то что-то закоротило, где-то что-то загорелось, пошел дым. Он запищал громко, разбудил вас и сведет к минимуму уже возникновение пожара. Возможное возникновение пожара. Плюс к этому автономному пожарному извещателю. Приобретите все себе домой огнетушитель. Огнетушитель – это первичное средство пожаротушения. Почему оно так называется? Потому что он действен только на ранней стадии развития пожара. Увидели пожар. Когда не уже полкомнаты горит, а локально как-то горит, та же самая елка, вы можете успеть сами потушить огнетушителем, зная, как им пользоваться и правильно применять. Вот, кстати, по поводу зная, как им пользоваться. Достаточно ли будет прочитать инструкции и понять, что действительно здесь нужно открыть, вот так его направить и все получится? Инструкции будет достаточно, но я всегда рекомендую 5-минутный ролик в интернете посмотреть, потратить это время и как люди это правильно делают. Выдернуть чеку, направить сразу труп на очаг пожара и нажать на спусковой. То есть все просто, справиться с подросток? Справиться с подросток. Но бывают пожары, бывают возгорания, которые нельзя так тушить. Вот, допустим, загорелось масло на сковороде на кухне, его ни в коем случае водой нельзя тушить, потому что масло горящее разбрызгивается, распространяется горение. Как тушить такую сковороду? Накрыть крышкой. Либо снять с огня и просто убрать в раковину. Самое действие – накрыть крышкой. Доступ к кислородам. Вот, кстати, очень дельный совет, да, в преддверии также Нового года, когда многие хозяйки будут накрывать и готовить новогодние столы. А вот, кстати, я буквально недавно где-то слышала, что произошел взрыв. Действительно, описали в СМИ, что также загорелось у одной женщины масло на сковородке. Она его, естественно, да, логично, сразу под воду, и произошел просто действительно взрыв, и она очень сильно поранилась. Да, бывают такие случаи, иногда и комфорки гаснут. Так что никогда не оставляйте плиту без присмотра. Мы все практически так делаем. Бульон поставили варить, ушли заниматься своими делами. Бульон чуть-чуть выкипел, комфорка потухла, вы что начинаете делать? Зажигать ее заново, а в комнате уже скопился газ. Это может уже привести к локальному взрыву, это может привести к травмированию, и иногда даже может привести к гибели. Хорошо, если потухла комфорка, что нужно сделать? Открыть окна? Нужно проверить. А если нет вот такого ощутимого запаха газа, к примеру? Ну, как правило, он всегда есть в бытовых условиях. В газ подмешивают специальные вещества, которые делают его вонючим. Пахнущим. Пахнущим. Ощутимый очень запах этого газа. Ну, все знают этот запах газа. Ну, конечно. Вот, поэтому в первую очередь нужно, что выключить комфорку, открыть, проветрить помещение. И когда только вы уже уверены, что помещение проветрилось, тогда только можно зажигать заново комфорку. Это вот тоже такие простые правила, которые часто очень игнорируют. А те, кто пользуются газовыми баллонами в домах, в квартирах, какие бы здесь советы дали? Особенно если вдруг уезжаешь на новогодние праздники. Ну, во-первых, в квартирах, в домах запрещено хранить газовые баллоны. Они должны храниться в специальных ящиках. Перезарядку газовых баллонах только специалисты должны производить. Установку их тоже только специалисты должны производить. Проверку раструбов, проверку шлангов тоже на утечку только специалисты должны производить. Ни в коем случае этого нельзя делать огнем, только мыльным раствором. И желательно только специалисты. Раз в год обязательно оборудование газовое должно проверяться специалистам. Вот. Поэтому с газовым оборудованием очень много связано тоже происшествий и не обязательно пожаров. Вот буквально два дня назад в Отрадном целая семья погибло. Четыре человека, включая ребенка. Они все задохнулись угарным газом, бытовым газом. То есть произошла утечка? Скорее всего, произошла утечка, да. Там возбуждено уголовное дело о том, что не в соответствии с требованиями осуществлялось. Пользование газовым оборудованием. А вот, кстати говоря, такие случаи имеют место быть, когда, к примеру, газовая плита выключена, ничего на ней не готовится, а в квартире или в доме, вот, ну, прям, вот, как вы сказали, ощутимый запах газа. О чем это может говорить и что нужно сделать? Это может говорить о неисправности газового оборудования, того же самого газового шланга в местах присоединения к газовым трубам в квартирах, как правило, либо в местах соединения с газовой плитой может травить газ. В таких случаях тоже необходимо открыть все окна, все проветривать и вызвать газовую службу по телефону 104, либо с стационарного номера 04. Вот. Тянуть с этим не стоит. Вы не только себя подвергаете опасности, но и других жителей. Скажите, пожалуйста, ну, новогодние праздники достаточно длинные, понятно, что люди отдыхают, развлекаются и так далее, но если вдруг случились какие-то экстренные случаи, там, я не знаю, захлопнулось дверь, влетает, опять же, запах газа или что-то случилось, коротнуло, куда нужно обращаться, кого нужно вызывать, каких специалистов, скажите, пожалуйста, вот такую кратенькую инструкцию, если, допустим, случилось ЧП, что делать? В новогодние рождественские праздники особенно в усиленном режиме все службы работают, поэтому есть единый номер телефона 112, который вас свяжет и с полицией, который вас свяжет и с пожарной охраной, и с газовой службой, со всеми службами. Это единый номер службы спасения 112. Есть номера пожарной охраны 101, полиции 102, скорой помощи 103. То есть не как раньше 01, 02, 03. Нет, они также остались, но с стационарного номера, если вы звоните, с стационарного, с городского телефона. А если с сотового, добавился единичка. То есть 101, 102, 103. Также в органах местного самоуправления осуществляется дежурство, поэтому все службы города в усиленном режиме работают, каждый день кто-то дежурит обязательно, создаются комиссии. Так что в беде никто брошен не будет. Вот в Самаре введен особый противопожарный режим. Расскажите вообще, что это такое, ну и какие запреты он устанавливает? Особый противопожарный режим вводится администрацией городского округа Самара постановлением главы города. В этом году он запрещает запуск пиротехнических изделий свыше второго класса опасности. Так, что это значит? Что такое второй класс опасности? Второй класс опасности это бенгальские огни, это хлопушки, это петарды, это пиротехнические изделия, радиус которых, радиус разброса которых от 5 до 20 метров. Свыше уже запрещено. Кроме, как я сказал уже, специально подготовленных площадок для запуска пиротехнических изделий. То есть там можно? Там можно. Также с особым противопожарным режимом при нарушениях требований пожарной безопасности увеличиваются штрафы. Так, то есть если человек нарушил, гражданин города Самара нарушил это постановление, соответственно, он сам берет на себя ответственность и если, как говорится, органы права порядка, вот, вот, самое главное, оно будет зафиксировано, то он нарушитель и платит штраф. Давайте озвучим. До 15 тысяч рублей. Серьезные деньги. Гражданин может заплатить. Должностное лицо может заплатить до 30 тысяч рублей. Индивидуальное предпринимательство до 60 тысяч рублей. А юридические лица до 400 тысяч рублей. Вот это сейчас внимание всем, да, кто собирается проводить корпоративы. Да. Здесь еще хотелось бы сказать, что во время новогодних праздников по городу будут проводиться патрулирования в составе, также сотрудников органов местного самоправления. Государственного пожарного надзора, полиции. Вот, поэтому нарушения обязательно будут фиксироваться и административные комиссии администрации внутригородских районов будут выносить штрафы. А вот, кстати, каким образом фиксируется нарушение фото, видео? Может применяться и фото, и видео составляется протокол, который вручается гражданину, который рассматривается потом административной комиссией и выносится постановление о привлечении к административной ответственности. А давайте еще раз повторим, если кто-то нас не услышал и не понял, какую пиротехнику нельзя взрывать, ну и давайте еще раз штрафы. Еще раз, пиротехнику свыше второго класса опасности, то есть радиус от 5 до 20 метров. И, соответственно, это написано, какой класс опасности? Это написано, обязательно написано, в сертификате, либо на самой коробке. Вот. Если вы применяете либо не в положенном месте, либо класс опасности выше, также не в положенном месте применяете, вам могут применяться административные санкции. Еще раз, граждан до 15 тысяч рублей, должностным лицам до 30 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям до 60 тысяч рублей, а если это юридические лица, то до 400 тысяч рублей. А у меня логичный вопрос. А вот это впервые в этом году вводятся такие ограничения, если да, то с чем они связаны? Нет, ежегодно вводится особый противопожарный режим. Он вводится не только на новогодние праздники, он вводится также на весенний, летний период, когда устанавливается сухая погода, сухая, без дождей. Нет, противопожарный режим, я знаю, что устанавливается. Я имею в виду пиротехники использования. Это просто включили в состав противопожарного режима вот эту категорию? Особый противопожарный режим, он вводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. А в законодательстве Российской Федерации четко прописано, что и как мы имеем право запускать, не нарушая требования пожарной безопасности. Все сделано в соответствии с законодательством. И самое главное, для безопасности граждан, чтобы Новый год не мрачился никакими происшествиями, никакими трагедиями, а прошел весело и, самое главное, полезно, но и с удовольствием. Да, хотелось бы обратиться... Да, пожалуйста, мы как раз завершаем. Хотелось бы обратиться к телезрителям, уважаемые телезрители. Обращайте особое внимание на те предметы, тем более электрические приборы, которые вас окружают. Будьте внимательны и соблюдайте элементарные правила, элементарные требования. Тогда вы себя обезопасите, не только себя, но и своих близких, родственников, коллег. Ведь мы все, так или иначе, ответственны за пожарную безопасность. За свою, за коллег также и за всех остальных. Будьте внимательны, и это вас оградит от беды. С наступающим всех Новым годом! Спасибо вам большое за ваши ценные и компетентные ответы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Я благодарю вас за вашу очень сложную, каждодневную работу. И желаю вам в Новом году поменьше работы. Спасибо большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»